Добрый день. Спасибо большое. Очень интересный анонс будущих и вебинаров, и программ. Надеюсь, что будут они полезны. Итак, давайте начнем. Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, что нашли время, возможность поучаствовать в рассмотрении данной темы. Тема сегодняшнего нашего с вами вебинара – это система игр по речевому развитию, речевая копилка. Сегодня мы с вами поговорим о том, какие существуют игры для развития речи и как в них правильно играть. А также познакомимся с нестандартными методиками активизации речевых навыков наших любимых детей. По данной теме достаточно много и методических материалов, методической информации. Но в продолжение предыдущей темы, которая касалась именно федеральных образовательных программ дошкольного образования, именно раскрывала я раздел речевое развитие, все-таки некоторые аспекты мы сегодня с вами попытаемся расширить, углубить. Итак, представленные игры, которые я сегодня вам предлагаю для рассмотрения. Данные игры мы можем использовать не только в дошкольных образовательных организациях, но также и с младшим школьным возрастом, то есть с детьми начальной школы. Конечно же, содержание должно углубляться. И также эти игры, нестандартные игры, речевые игры, мы можем использовать для отработки в коррекционных группах, в коррекционных классах. То есть играть мы можем с детьми, которые имеют речевые нарушения. Тоже немного видоизменив, может быть, сделав на каких-то акцент точках, именно на тех проблемах, которые возникают у детей. То есть в зависимости от уровня подготовленности ваших детей, вы можете использовать ту или иную игру. Надеюсь, что данный материал будет интересен, полезен не только молодым начинающим специалистам, педагогам, но и имеющим определенный опыт работы. Но думаю, что тоже найдут что-то полезное, интересное для себя и применят в своей педагогической деятельности. Ну а также нельзя забывать и про наших уважаемых родителей, чьи дети посещают и детский сад, и начальную школу. Современные дети живут в потоке, в достаточно мощном информационном потоке. Ушли в прошлое наши фильмоскопы, ну и на смену им пришли гаджеты, телефоны, компьютеры. Вместо живой бабушкиной сказки, аудиосказки и магнитофона или дисков, в общем-то, пришли новые информационные технологии. Огромный речевой поток омывает пытливые головы наших детей. Одни с этим справляются, другие не совсем справляются. Чувствуется вот этот вот груз информационного, который тормозит наших детей не только в речевом, но и в общем-то, в общем развитии. Это негативная тенденция, конечно же, к сожалению, постоянно растет, увеличивается количество детей с нарушениями речи, задержка речевого развития. Ну а речь, как мы знаем, один из наиболее мощных факторов и стимулов развития речи в целом. Поэтому проблема речевого развития детей дошкольного возраста и не только в сегодняшний день, в общем-то, она является достаточно актуальной. Так как процесс и процесс, и процент дошкольников с речевыми нарушениями остается стабильно высоким. Дети испытывают трудности в звукопроизношении, во владении лексико-грамматическими формами, имеют скудный словарный запас и не умеют строить связанные тексты. В речи детей нет образных выражений, малоприлагательных, слова чаще всего используют однозначные и язык невыразительный, ну и скудный, так можно даже сказать. Работая с современными детьми, мы сталкиваемся с проблемой недостаточной развитости речи, а также постоянным поиском средств, которые, в общем-то, облегчат процесс усвоения детьми нового материала. Среди многих важных задач и обучения, и воспитания детей как дошкольного, так и младшего школьного возраста остается, была и остается эта работа по развитию речи. Речь о ребенке сопровождает практически каждую деятельность, совершенствуется, ну и, конечно же, обогащается она сама за счет развития детей. Благодаря родному языку малыш входит в мир, получает широкие возможности общения с другими людьми, и речь помогает все-таки понять друг друга, формирует взгляды и убеждения, а также играет огромную роль в познании мира, в котором мы живем с вами. Ребенок, речь, вернее, ребенка, она выполняет три функции. Это бесспорно, связи с внешним миром, то есть коммуникативную, познавательную функцию и функцию регулирующую. Что касается коммуникативной функции, это самая ранняя функция. Первое слово родившегося из модулирования лепета ребенка в 9-12 месяцев выполняет именно эту функцию. Потребность в общении с окружающими людьми стимулирует совершенствование речи ребенка в дальнейшем, ну и к концу где-то второго года жизни он может уже достаточно понятно с окружающими выразиться словами, выразить свои желания, свои потребности, наблюдения, может понять обращенную к нему речь. Ну и в возрасте где-то после трех лет ребенок начинает овладевать внутренней речью. С этого момента речь для него становится или, так скажем, перерастает в то, что он может использовать ее как функцию познания. Усваивает новые слова, новые грамматические формы. Ребенок как бы расширяет свое представление о том окружающем мире, с которым он соприкасается каждый день. О предметах и явлениях действительности, о их отношениях. Ну и параллельно с развитием коммуникативной и познавательной функции постепенно начинает происходить усвоение ребенком речи как регулятора поведения. Ну и первыми словами, словами-регуляторами поведения становятся такие слова, как нельзя, можно, ну а далее там появляются глаголы в форме поведительного наклонения. Ешь, спи, иди и так далее. Задача образовательной области речевого развития, она состоит из ряда специальных частных задач. Таких как воспитание звуковой культуры речи, обогащение, закрепление и активизация словаря, совершенствование грамматически правильной речи, формирование разговорной диалоговой речи, развитие связной речи, развитие речевого творчества, воспитание интереса к художественному слогу, ну и, конечно же, подготовка к обучению грамоте. Согласно федеральному стандарту, именно касаемого дошкольного образования, речевое развитие оно включает в себя, во-первых, овладение речью как средством общения, средством общения и культуры. Это значит, что необходимо сформировать устную речь детей на таком уровне, чтобы они не испытывали трудности в усвоении новых понятий. Могли устанавливать контакт со сверстниками, взаимодействие, осуществлять со сверстниками, могли взаимодействовать со взрослыми, ну и обращают внимание на то, чтобы их речь была понятна окружающей. Следующее – это обогащение активного словаря. Происходит он за счет, конечно же, основного словарного фонда дошкольника и зависит от словаря и педагога, и родителей. Для расширения словаря создаются благоприятные условия, но и все педагоги, которые с этим сталкиваются, они все-таки стараются комплексно подходить к этому вопросу. Тематическое планирование, которое они организуют, вот как раз они используют с учетом того, чтобы обогатить словарный запас детей. Следующее, на что обращается внимание, это развитие связанной грамматически правильной диалоговой и монологовой речи. Диалог, он преобладает на первых парах, постепенно мы работаем над монологовой речью. Ну и чаще всего наша речь состоит из двух частей – диалог и монолог. Строительным материалом для нее является словарь и освоение грамматического строя речи, то есть умение излагать слова, соединять их в определенные конструкции предложения. Вот как раз работа осуществляется именно с учетом этого пункта развития связанной грамматически правильной речи. Следующий пункт – это развитие речевого творчества. Работа непростая, работа довольно-таки сложная. Она предполагает, что дети самостоятельно составляют простейшие короткие рассказы, принимают участие в сочинениях, сочинениях стихотворений, загадок, фраз, придумывают новые ходы, сюжеты в сказках, уже знакомых для детей. Ну и, конечно же, фантазируют, сочиняют свои сказки. Все это становится возможным, если мы создаем для этого благоприятные условия. Следующее – это знакомство с книжной культурой, с детской литературой. Понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. Главная проблема здесь все-таки состоит в том, что книга, она перестала быть центром внимания, перестала быть ценностью во многих семьях. Ну и дети не приобретают того домашнего опыта, опыта домашнего чтения, где кто-то из взрослых читает, а мы, в общем-то, с удовольствием слушаем. То есть вот этих бабушкиных сказок у нас, к сожалению, не стало. Но зато у нас теперь появились Алисы. Далее – это формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как предпосылки обучения грамоте. Новый пункт – подготовка к обучению грамоте, где, в общем-то, заложен теперь у нас и процесс научения детей чтению. Ну а для того, чтобы научить детей чтению, послуговому чтению, мы, конечно же, должны сформировать навыки как анализа звукового, так и звукового синтеза. От способности ребенка к анализу и синтезу речевых звуков зависит и формирование правильного произношения. Ну и развитие звуковой и интонационной культуры, фономатического слуха. Ребенок усваивает систему ударений, произношения звуков, умение выразительно говорить, читать стихи. Ребенок учится называть слова с определенным звуком, определяет место звука в слове. Ну и, в общем-то, другие приемы, которые использует, я думаю, каждый педагог в своей деятельности. В учебных планах школ отдельные графы уроки развития речи не значатся. Их проведение, оно рекомендовано наряду с уроками изучения языковой теории. Кто, в общем-то, знает, кто, вернее, работает в школах, они об этом знают. А в дошкольных образовательных организациях как бы есть отдельный пункт, да, вот это вот развитие речи. Педагогический опыт и практика работы в школе показывает, что наиболее слабым звеном в системе обучения родному языку, к сожалению, вот как раз и является работа по развитию связанной речи. В современных учебниках нередко отсутствует вообще система заданий даже. Или она настолько скудна, что, в общем-то, учителю приходится искать этот материал, специально продумывать упражнения, позволяющие развить все виды речевой деятельности детей, ну а также умение детей свободно пользоваться родным языком в разных ситуациях общения. Одним из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования, точнее, даже можно, насколько я помню, это пункт 4.6 является следующее, да, в федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования. Ребенок должен хорошо владеть устной речью, может выражать свои мысли, желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств, желаний, выстроение речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. Вот к чему мы должны прийти по окончанию детского сада. В условиях перехода дошкольных образовательных организаций на стандарты перед воспитателями ставится задача развития детей в соответствии с новыми стандартами, то есть это формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, ну и, конечно же, физических качеств, а также самостоятельности, а также ответственности, и реализация вот данных задач в полной мере способствует нашему любимому системно-деятельностному подходу в обучении, который заложен в новых стандартах. Следовательно, возникает у нас необходимость полноценного развития речи в дошкольном возрасте через различные виды деятельности. И для детей дошкольного возраста, для детей дошкольного возраста стандарты определяют определенные виды деятельности. Вот на слайде я попыталась их вам представить. И один из видов деятельности является игровая деятельность. Хорошо известно, что развитие речи, реализуемое только в форме фронтальных занятий, желаемых результатов все-таки не дает. Работу по речевому развитию необходимо активно проводить в повседневной жизни детей, как в детском саду, так и в семье, но и особой формой общественной жизни дошкольников, да в общем-то и младших школьников, является игра, в которой они по желанию объединяются, самостоятельно действуют, осуществляют свои замыслы, ну и, конечно же, познают окружающий мир. И как говорил Василий Александрович Сухомлинский, игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности. Усвоение новых знаний и их закрепление происходит успешнее, конечно же, в игре, чем на учебных занятиях. И как загораются глаза детей, когда мы говорим, а сейчас мы, ребята, будем с вами играть. Да и, в общем-то, когда мы предлагаем поиграть взрослым уже, они тоже с удовольствием, в общем-то, вовлекаются в игру. Поэтому это вид деятельности, который, в общем-то, на протяжении и дошкольного возраста, и школьного возраста нас сопровождает практически вот всегда. В современной психолого-педагогической науке термин «игра», игровая деятельность, игровые технологии стали достаточно распространенными, научно обоснованными понятиями. С игры постепенно снимается клеймо пустяка, забавы, развлечения, и игра становится достаточно серьезным инструментом профессиональной деятельности. Игра, как одно из удивительных явлений, привлекала к себе внимание достаточно давно и многих и философов, и исследователей. Ну и если немного истории, то, в общем-то, Платон уже видел единственный правильный путь в игре, которая представлялась ему одним из практически полезнейших занятий. А вот Аристотель видел в игре источник душевного равновесия, гармонии души и тела. В конце XIX века появляются первые научные теории, касаемые игры. Ну и игра постепенно стала предметом систематического научного изучения с разных позиций. Четкого определения игры вы не найдете. Каждый по-своему трактует данный термин. Игра как многомерное и сложное явление рассматривается в исследованиях и психологов, и педагогов, и методистов, и биологов, и этнографов, и, в общем-то, даже экономистов. То есть все области используют данный вид. Игра в дошкольном возрасте это ведущая деятельность детей. Она пронизывает всю жизнь, является источником обширной информации, методом обучения и методом воспитания ребят. И существует прямая связь между эмоциональным состоянием ребенка и интенсивностью протекания его психических процессов, таких как и мышление, и внимание, и память. Вообще надо сказать, что дошкольное детство это период активного усвоения ребенка, разговорного языка, становления и развития всех сторон речи, таких как фонетическое, лексическое, грамматическое. В дошкольном возрасте ребенок должен овладеть таким словарем, который позволил бы ему общаться со сверстниками, со взрослыми, ну и успешно обучаться в школе в дальнейшем. Понимать литературу, телевизионные, радиопередачи, поэтому необходимо рассматривать развитие речи детей как одно из важных задач. Практика показывает, что дети с богатым словарным запасом и высоким уровнем развития речи, как правило, не испытывают затруднения в учении, быстро обладевают навыком чтения, ну и, следовательно, навыком письма. Речь – это инструмент развития высших отделов психики. С развитием речи связано формирование как личности в целом, так и во всех основных психических процессах, а также образовательных областей, таких как коммуникация, познание, художественно-эстетическая область, социализация детей, физическая культура, художественная культура. Именно поэтому речевое развитие занимает такое важное место в наших стандартах сейчас. Хорошая речь – это важные условия развития личности ребенка. Речь необходимо формировать и развивать в комплексе с общим развитием ребенка и гораздо успешнее это осуществлять, используя все-таки игры. Речевые игры проводятся, могут, вернее, проводиться, могут организовываться со всей группой, с подгруппой, парами, индивидуально, ну и с каждым ребенком, в общем-то, глазу на глаз, как говорится. Здесь представлена схема использования речевых игр и упражнений в течение дня. Все мы знаем, что для полноценного развития речи наших воспитанников мы должны постоянно с ними говорить. Одним из приемов являются речевые игры в режимных моментах, когда все, когда, вернее, все, что происходит вокруг, воспитатель, а затем постепенно и дети, запоминают и проговаривают вслух. Давно доказано, что поэтический язык детским мозгом воспринимается намного эффективнее, намного плодотворнее, чем прозаический. Ну и если мы посмотрим на слайд, то мы видим, да, от приема, утреннего приема детей до, например, до подготовки к приему пищи, завтрак, обед, полдник и так далее, непосредственная образовательная деятельность, во всех этих режимных моментах мы можем использовать речевые игры. Цель использования речевых игр в режимных моментах вызвать и поддержать интерес к определенному режимному моменту, заострить как бы внимание. Далее это создание хорошего настроения и положительного отношения к деятельности в режимных моментах. Ежедневно повторяясь, приучаем детей к определенному ритму, то есть формированию динамического стереотипа, обеспечивающему смену деятельности. Поиграли, поучились, выполнили какой-то трудовой вид деятельности. Ну и, конечно же, это формирование и закрепление навыков, таких как культурно-гигиенических, самообслуживание и культуре поведения. Далее. На слайде представлена система игр по речевому развитию, которая включает в себя следующие группы. Ну, во-первых, это игры на обогащение активного словаря. Здесь мы можем поиграть, обогащая речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения. Игры на подбор синонимов, антонимов, прилагательным к существительным, поработав над словосочетанием. Игры на подбор слов обобщений. Что касается звуковой культуры речи, конечно же, это работа по формированию фономатического слуха, на развитие фономатического слуха. Ну и также определение места звука в слове. Работая со связанной речью, мы, конечно же, можем предложить работу, переход от игр с монологом, к диалогам. Вернее, от диалогов лучше к монологам. Следующие. Игры, связанные с грамматически правильной речью. Игры на образование на существительных, игры на деление слов на слоги. Ну и, конечно же, те игры, которые у нас, в общем-то, будут способствовать именно процессу подготовки к обучению грамоте. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно, коснемся немножко дидактики. Отдельные игры по-разному действуют на речевое развитие детей. Ну вот на данном слайде я вам предлагаю разбить, и вообще, как бы, эта разбивка идет на виды игровой деятельности, обычно делятся на дидактические игры, подвижные игры, сюжетно-ролевые и театрализованные игры. Ну, начнем с дидактических игр. Дидактические игры занимают особое место, особое место, да, в работе по развитию речи детей, поскольку обязательным элементом в них должно являться познавательное содержание и умственные задачи. В процессе этих игр развивается речь детей в зависимости от направленности самой игры. И мы можем сказать, что дидактическая игра будет являться прекрасным средством как обучения, так и развития, используемое при условии любого программного материала в любом режимном моменте. Специально подобранные игры и упражнения дают возможность благоприятно воздействовать на компоненты речи. В игре ребенок получает возможность обогащать, расширять и закреплять словарный запас, формировать грамматические категории, развивать связную речь, расширять знания о окружающем мире, развивать творчество, словесное творчество и, конечно же, развивать коммуникативные навыки. Что касается разновидностей дидактических игр, они у нас делятся на настольно печатные игры, которые используются как наглядные пособия и направлены на развитие зрительной памяти и внимания. Игры с предметами или игрушками, которые направлены на развитие тактильных ощущений и умение манипулировать с различными предметами и игрушками, а также развитие творческого мышления и воображения. И игры словесные, которые способствуют развитию слуховой памяти, вниманию, коммуникативных способностей, а также развитию связанной речи. Говоря о настольно-печатных книгах, то надо остановиться на следующем. Настольно-печатные игры используются для решения всех задач речевого развития. Они закрепляют и уточняют словарный запас детей, навыки быстрого выбора наиболее подходящего слова, изменения и образования слов, упражняют составление связанных высказываний, формируют правильно звукопроизношение, развивают объяснительную, ну и, конечно же, связанную речь. Ну и, например, в какие игры мы можем поиграть. Назови одним словом. Например, да, какой сок может получиться, знакомство с детенышами, животных, и, например, мы можем поиграть с ними, описывая тот или иной предмет. Далее. Это словесно, это игры с предметами. Игры с предметами, где конкретно мы берем с вами определенные предметы, игрушки, и, в общем-то, мы можем их описать, мы можем назвать, мы можем попросить детей рассказать, для чего эта игрушка предназначена, какого она цвета, какая она по форме, на что похожа, можно ли играть этой игрушкой, например, руками, ногами и так далее. То есть, вот здесь на слайде я представила вам несколько видов игр. Говоря, например, о овощах, мы можем брать предметы, описывать их, называть цвет, форму, ну, и составить, например, словосочетания. Какой, например, лимон, нравится ли тебе лимон, где мы используем лимон, может быть, в кондитерской сфере, а может быть, мы любим чай пить с лимоном. Далее, это подвижные игры. Новые федеральные государственные стандарты включают в себя организацию двигательной активности на занятиях. И эффективнее всего включать в занятия подвижные игры, конечно же. Но подвижные игры в занятиях по развитию речи мы можем использовать как элемент занятия, как физкультминутку или как закрепление пройденного материала. В игровой форме мышление протекает быстрее и новый учебный материал усваивается прочнее и запоминается достаточно легче. Они учат детей быть внимательными к речи своей к речи чужого человека сверстника взрослого может быть слышать и корректировать речевые ошибки допущенные соседам например правильно произносить звуки а также развивают интонационную выразительность речи и грамматический строй речи. К речевым играм относятся подвижные игры с речевым содержанием какие русские народные игры игры хороводы дидактические игры например игры потешки с пальчиками например или игры драматизации в любую подвижную игру можно адаптировать к лексической теме недели например и использовать ее в совместной деятельности с ребенком например например это игры встань ко мне спиной лисонька лиса ребята не зевайте баб яга пчелы медведи и так далее огромный перечень вы можете найти в интернете я привела вам примеры только некоторых следующие это театрализованные игры они в свою очередь делятся на настольный театр фланеллиграф театр теней в гостях сказки театр миниатюр и так далее в театрализованных играх драматизациях и инсценировках дети разыгрывают определенный сюжет и берут на себя роли из литературных произведений из сказок из мультфильмов эти игры они способствуют более глубокому пониманию смысла обыгрываемых произведений и активизируют речь детей театрализованные постановки очень часто используются как форма речевого развития исполняемая роль произносимой реплики ставит ребенка перед необходимостью ясно четко понятно разъясняться показать мимику показать жесты показать повадки того или иного животного у ребенка улучшается речь его грамматический строй но и было доказано что развитие дошкольном возрасте творческих способностей постоянно совершенствуется благодаря речевым навыкам овладевания овладения вернее извините литературным языком и достаточно необходимые вот именно при работе по постановке можно организовать литературный досуг посвященный например творчеству какого-то писателя и дети сами бы приняли участие в каких-то определенных инсценировках ну и в общем-то с удовольствием наблюдая за деятельностью педагогов я вижу что например подготовительная группа может показать спектакль небольшой в младших группах во время занятий по театрализованной деятельности можно использовать карточки пиктограммы которые в общем-то вот я представила тоже здесь на слайде на слайде с мимическими выражениями они соответствуют различным эмоциям эмоциональным состоянием дети выбирают карточки и в соответствии с ним произносят например чистоговорки или скороговорки в ходе таких упражнений закрепляется тоже в общем-то и правильность и отчетливость произношения звука следующий вид это сюжетно-ролевые игры здесь ребенок использует выразительное средство речи такие как интонацию громкость темп эмоциональная окрашенность звукоподражание и так далее надо отметить что сюжетно-ролевые игры они расширяют представление об окружающем мире способствуют развитию речевого диалога ну и игровые действия повышают и умственную активность детей ставят их в такие обстоятельства которые требуют определенных и умений использовать нежливые формы обращения умение выражать эмоционально положительное отношение к собеседнику с помощью определенных средств речевого этикета речь ребенка формируется поэтапно и чем же чем же полезны речевые игры на данном слайде я представила только некоторые моменты и активизация познавательной деятельности и активизация мыслительных процессов это и обогащение расширение словарного запаса это и закрепление правильного произношения звуков это и развитие внимания это и работа по формированию коммуникативных навыков детей улучшения коммуникативных навыков детей такие игры в общем-то можно играть дома можно играть по дороге в детский сад можно играть и на прогулке ну и лучше начинать чем раньше тем лучше когда появляются первые слова и фразы вот с того момента в принципе им можно уже потихонечку переходить и использовать и игры и игровые моменты в возрасте двух-трех лет ребенок совершает первые попытки соединить несколько слов и построить предложение он еще не чувствует что слова состоят из отдельных звуков поэтому речевые игры в этот период направлены на придание смысла тем словам которые у него есть в речи которые он использует в речи и которые он часто чаще всего слышит от взрослых от окружающих ну и в качестве материала для игр рекомендуется использовать игрушки фигуры кукольную посуду мебель и так далее картинки тоже подойдут но они подойдут на более позднем этапе с детьми более старшего возраста поэтому речевые игры для самых маленьких вот для двух-трех лет я представила здесь вот угадай игрушку кто как говорит а у тебя и так далее копилку в виде таблицы я вот здесь тоже представила не буду заострять на этом внимание возможность скачивать презентацию я вам предоставила оставляя время все-таки немножко для другого дальше дети 5 лет ведущая линия развития детей дошкольного возраста это обогащение расширение словарного запаса продолжается работа по воспитанию звуковой культуры речи это и формирование правильного звукопроизношения развитие фономатического восприятия голосового аппарата речевые дыхательные гимнастики или игры умение пользоваться умеренным темпом речи интонации и использование средств выразительности здесь же в стандарте прописано да в программе также это есть мы работаем над такими понятиями как звук и слово тоже в виде таблицы я представила эти игры дети подготовительного возраста старшего дошкольного возраста основная задача это все-таки является развитие связной речи усвоение фонетической стороны речи проводится работа по дальнейшему совершенствованию речевого слуха закрепление навыков четкой правильной выразительной речи дети постепенно дифференцируют что такое звук что такое слово что такое предложение тоже представила я игры вообще нужно сказать что в речевую копилку входят не только игры это могут быть и веселые загадки это могут быть и кроссворды ребусы пальчиковые игры все то что способствует именно развитию речи то что касается копилки найдете в интернете термин в общем-то многозначное слово но вот мне больше все-таки близко понимание по словарю Ушакова который предлагает один из одно из обозначений слова копилка это собрание чего-нибудь занимательного ценного вот именно эта интерпретация она близко мне поэтому под речевой копилкой я понимаю это вот все те игры виды игр которые я представила это могут быть веселые загадки кроссворды это могут быть нетрадиционно речевые методы которые в общем-то повышают работоспособность мозга стимулируют познавательную творческую деятельность детей ну а также развивают внимание память и мышление к нестандартным методам организации речевого развития мы можем отнести это мнемотехника техника развития памяти которая облегчает процесс запоминания сохранения и воспроизведения информации суть заключается в том что каждое слово или маленькое словосочетание придумывается какая-то картинка изображение и весь текст зарисовывается схематически ну вот тоже здесь я вам представила пример мнемотехники мемодорожки тоже можем использовать далее это глядя на схемы рисунки ребенок легко воспроизводит и текстовую информацию мнемотаблицы которые могут тоже также использоваться для развития связанной речи заучивание стихов потешек пословиц поговорок отгадывание загадок пересказ текстов и так далее то есть огромный потенциал вот прям кладезь именно по развитию речи далее это волшебные диски подобие кругов лулия это серия дидактических игр для развития связанной речи и обучения грамоте диски вот эти волшебные могут быть любой абсолютно тематики даже можно математику и окружающий мир использовать вот в данном случае на слайде я представила именно то что касается именно развития речи пособие окажет помощь и формирование слоговой структуры и совершенствование грамматического строя и формирование навыка чтения расширение лексического запаса словарного запаса ну и конечно же развитие фонематического восприятия далее это лэббуки тоже о которых мы с вами говорили направлены на развитие всех сторон речи фонетику лексику грамматику связанную речь расширение знаний и представление о окружающем мире развитие мыслительных процессов то есть огромный тоже потенциал который в общем-то в ходе выполнения по созданию лэббуков мы можем как раз определенную какую-то тематику с вами взять дальше это работа по созданию оригами работа с оригами да тоже достаточно интересно создавая руками дети могут параллельно проговаривать да какие формы они используют какие детали какого цвета и концентрируем внимание и развиваем творчество а также в общем-то зрительное восприятие мыслительные процессы ну вот можем даже работать по формированию грамматического навыка это могут быть к нестандартным мы можем еще отнести пальчиковой игры не зря Сухаминский говорил о том что ум ребенка находится на кончиках его пальцев то есть фаланги развития фалангов пальчиков словесная речь ребенка начинается когда движение его пальчиков достигает достаточной точности руки ребенка как бы подготавливают почву для последующего развития речи но и игры с пальчиками они развивают мозг ребенка это правая левая рука пространственное представление развитию способствует и творческих способностей развитию мышления так далее дали это игры с нестандартным оборудованием ну или бросовый материал они его называют некоторые педагоги это могут быть крышки от бутылок прищепки грецкие орехи зубные щетки губки для мытья посуды и так далее такие игры должны сопровождаться коротенькими стихотворениями которые можно легко придумать самим ну или повторять за педагога например ребенок кладет на указательный средний палец крышки от бутылки как лыжи и передвигает пальчиками по столу проговаривая например какое-то стихотворение все белым белым белого белым снегом занесло и так далее далее это лего конструктор лего еще один нетрадиционный способ развития речи это лего конструктор с его помощью можно корректировать произношение звуков слогов развивать связанную речь ну и конечно же повышать словарный запас детей отличным помощником в этом направлении станет книга Елена Мазанова речевые игры с лего тоже как вариант в общем-то мы можем использовать далее это могут быть различные киптограммы это могут быть чайнгоды это могут быть анаграммы метаграммы шарады и так далее то есть достаточно очень много средств которые мы можем использовать для развития для коррекции речи детей логорифмы шуточные вопросы и так далее то есть достаточно много далее я бы хотела остановиться и представить вам интерактивные игры для речевого развития это достаточно удобный эффективный и современный способ представления информации с помощью компьютерных программ он сочетает в себе динамику и звук и изображение то есть факторы которые наиболее долго удерживаются у ребенка во внимании методическая сила как раз состоит в том что ребенка легче заинтересовать и обучать когда он воспринимает согласованный поток звуковых и зрительных образов и таким образом в общем-то интерактивная игра она быстро и доходчиво изображает вещи вызывает интерес ну и конечно же усиливает воздействие выступления какие игры мы можем предложить назвать фрукты разложить их в две корзинки в одни мы кладем фрукты в другие овощи складывая разделяя как бы вот фрукты и овощи на две группы мы можем просить детей назвать их назвать форму цвет и так далее нажимая перетаскивая вернее с помощью мышки или рукой мы получаем или положительный ответ в виде аплодисментов либо наоборот звук который в общем-то говорит о том что вы ошиблись также и вторая картинка тоже в общем-то представляющая ту же самую игру только вот немного другой формат изображения дальше игра называется вершки и корешки где мы можем тоже с помощью интерактивной игры найти пару вершков и корешков назвать дать характеристику дальше это игра с какой ветки детка также мы видим изображение и листочек передвигая листочек с помощью пальчиков с помощью руки к тому или иному дереву мы слышим при правильном ответе аплодисменты при неправильном ответе определенный звук дальше игра расскажи кто где живет тоже способствует во-первых и расширению словарного запаса ну и во-первых и во-вторых вернее это умение правильно ориентироваться насколько хорошо ребенок запомнил кто где живет дальше работая над звуками это может быть и педагог в детском саду и логопед использовать вот такого рода интерактивные игры где живет звук дальше если мы усложним то это мы можем уже предложить игру связанную со слогами работая со схемами с картинками передвигая картинки изображенных предметов к тем схемам если правильно выполняем аплодисменты если неправильно значит какой-то определенный нестандартный звук да здесь вот все верно да вы правильно заметили я прям взяла вот именно из интерактивных игр там указана да стрелочка то есть с помощью которой мы можем в общем-то это все передвигать дальше определи место звука в слове подбери слово к определенной схеме огромное количество дальше это могут быть ребусы это могут быть кроссворды от более простых тем к более сложным в зависимости от возрастных особенностей детей далее это и игра буквы рассыпались рассыпались слоги найди спрятанные буквы на внимательность в конце концов да вот внизу как раз вот игры связанные со знанием букв можем усложить усложнить например использовав письменные буквы дальше слоговая таблица слоговая структура слова которая нам предлагает Маркова достаточно тоже много очень особей которые мы можем использовать в своей педагогической деятельности половинки прятки что у бабы обведи назови и так далее далее работая уже над запоминанием алфавита мы можем поиграть в такие игры как допиши буквы или игра полубуква надеюсь вот так она вам будет знакома угадай букву запиши недостающие буквы ну и угадай букву где облака закрывают половину письменной буквы ну и конечно же работа по развитию пальчиковых игр обведи за штрихой работая над мелкой моторикой достаточно много интересных игр нестандартных игр которые мы можем использовать поэтому в принципе несложно их найти ну а сейчас я бы хотела вам предложить немного все-таки поиграть так так минутку минутку не могу так вот вот оно файл хочу предлагаю вам поиграть игра называется создай свое кафе это тоже интерактивная игра которую вы также можете создать сами на любую тему абсолютно на любую тему и в общем-то даже можно попробовать их создавать с детьми чтобы научить начать игру ребенок нажимает на кнопку играть и переходит на слайд с помощниками вот эти помощники затем ребенок выбирает себе помощника для создания своего кафе кто нам из этих персонажей нужен и он выбирает помощник озвучивает те действия которые должен совершить ребенок чтобы достичь определенного результата строитель просит выбрать материал для строительства кафе свой выбор ребенок должен сохранить на бланке заказа продавец приносит просит выбрать мебель для кафе дизайнер просит выбрать краску для потолка и для пола обои для стен кафе повар просит одобрить меню кафе и попробовать заказать себе что-нибудь из этого меню свой выбор ребенок должен сохранить на бланке еще раз повторюсь по достижению результата ребенок нажимает на смайлик переход это стрелочка внизу и нажимает и двигается дальше для удобства на некоторых слайдах есть еще и красная стрелка при нажатии на которой ребенок возвращается на слайд с помощниками пройдя все этапы игры ребенок также нажимает на смайлик переход и попадает на последний слайд где рассказывает корреспонденту о том о чем они то о чем чем они занимались в процессе игры работа как раз осуществляется над связанной речью ну и в конце игры ребенка ждут заслуженные аплодисменты все действия в игре ребенок выполняет сам педагог только следит за правильным произнесением слов ну и в случае необходимости он все-таки справляет ребенка или просит повторить слова для игры мы можем использовать какие профессии дизайнер потолок пол дальше цвета всевозможные коралловые огненные песочные достаточно хороший так скажем словарный запас мы можем развить у детей вот то есть у нас есть прораб которые ответственны ответственны по созданию кафе вот и те слайды те слайды которые здесь есть то есть выбирая определенный предмет из предложенных дети создают свое кафе с нуля практически меню что может входить в меню ну и конечно же это завершающий этап когда мы открываем происходит у нас открытие этого кафе ну и аплодисменты которые в общем-то заслуживают при правильном выполнении всех этих заданий так ну и что хотелось бы конечно же еще отметить что насыщаем и обращая внимание на разнообразную жизнь ребенка мы будем работать над расширением словарного запаса детей над получением новых впечатлений над развитием мыслительной деятельности и также хотелось бы отметить что в процессе игры развивается не только речь но и формируется характер ребенка происходит определенное становление ребенка как личности не забывайте активно использовать в нашей повседневной жизни нашей повседневной деятельности речевые игры и тогда я думаю что наши дети быстрее научатся грамотно и четко говорить выражать свои мысли ну и будут радовать нас с вами красивой благозвучной речи у меня сегодня все если есть какие-то вопросы с удовольствием конечно же отвечу спасибо большое внимание за внимание вам всем и если есть вопросы то я отвечу ну и в преддверии международного мужского дня хотелось бы поздравить наших мужчин надеюсь они у нас здесь присутствуют ну были во всяком случае там я в участниках несколько видела ну и пожелать им здоровья крепкого благополучия творческих успехов ну а нам уважаемые женская половина человечества не забывать поздравлять наших мужчин защитников отечества сейчас я минутку еще посмотрю может быть какие-то сертификаты да конечно можно будет получить я думаю что вам об этом еще скажут презентация есть презентацию я вам ее позволяю скачать да-да-да таблицы есть таблицы по годам те игры которые я вам рекомендую презентация есть в файлах она в верхней правой части экрана я думаю вы найдете так так ну работа с родителями да она должна быть вообще работа педагога одного или работа педагога имеется ввиду воспитателя или учителя она не может быть одна она всегда должна быть во взаимодействии с нашими родителями уважаемыми родителями так же как в общем-то логопед учитель воспитатель и родители тоже необходимо привлекать они должны давать тот фундамент для дальнейшего развития для дальнейшего обогащения так да в коррекционных школах есть уроки посвященные есть уроки как раз по развитию речи имеется ввиду да я имела ввиду что в общеобразовательных школах дошкольных образовательных организациях есть конкретно занятия о них говорится в программах а вот в программах школы есть раздел только да и отдельные темы по развитию речи они как вкрапления идут тематика очень огромная география я благодарю всех за то что вы смогли найти время посмотреть послушать может быть есть какие-то вопросы все-таки да вот запись я думаю будет доступна но тоже я думаю что вам чуть позже об этом скажут вот кому-то видите материал показался интересен все большое спасибо всего доброго